Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гусев. И сразу перейдем к выпуску. Как резкое падение мировых цен на нефть отразится на российском топливном рынке? Подешевеет бензин на заправках или стоит ожидать очередного повышения? Ситуацию проанализировал вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Все должно остаться в тех ценовых индикаторах, которые сейчас мы видим на автозаправочных станциях. Лишь за небольшим увеличением, изменением на процент инфляции. Потому что мы видим, что с 1 января существенно повысились ЖД-тарифы, энерготарифы. Плюс, в принципе, все тарифы естественных монополий увеличиваются. Это как раз процент инфляции. Я думаю, что на рынке нефтепродуктов будет нечто подобное. Также эксперт отметил, что владельцы автозаправок могут пойти на повышение розничных цен топлива, только если вырастут оптовые цены нефтяных компаний. Добавлю, что в сравнении с мартом прошлого года в нашем регионе увеличение цены на бензин составило менее 3%, что ниже уровня зарегистрированной инфляции. Больше двух лет не может получить квартиру выпускница детского дома в Барнауле. У девушки есть даже решение суда, но ситуация не меняется. О деталях этой истории расскажет мой коллега Иван Горбатов. В этой малосемейке площадью 13 квадратных метров живет Мария Григина. В детстве от нее и брата отказалась мама. Жили с бабушкой. Сначала в Барнауле, потом в Ускалманке. После смерти бабушки попали в детский дом. А когда выпустились, узнали, что с очереди на бесплатное жилье для сирот их сняли. Когда попали в Ускалманку, в Ускалманский район, нас каким-то образом сняли с этой очереди, что якобы жилье закреплено за бабушкой. Когда брат начал это все выяснять, поднимать документы, нам оказывается положено жилье. Бабушкин дом продал дядя, а сироты остались без крыши над головой. Выживали как могли. Встать в очередь снова Мария не успела. В 20 лет попала в тюрьму за вымогательство. Их местные как бы обижали, забирали у них всю стипендию. Я говорю, ребят, давайте, мне лучше будете по 100-200 давать. Местные, это мои друзья. Я говорю, вас никто трогать не будет. Ну как бы так оно и было. После тюрьмы живет на съемных квартирах. Например, за эту платит 7 тысяч рублей. Признается, денег катастрофически не хватает. Но к прежнему образу жизни возвращаться не хочет. А свое право получить жилье доказал через суд. По его решению, заселить Марию в квартиру должны были в течение месяца. Еще два года назад. Приехала в ЖЭО, отдала решение. На что они мне сказали, у нас этих решений куча. Как бы ждите. В министерстве строительства пояснили. Очередь на муниципальное жилье большая, а квартир мало. Но проблему решают. В 2020 году на эти цели направили 512 миллионов рублей. Из федерального и краевого бюджета. Этого хватит как минимум на 405 новых квартир. Марии предложили жилье на Новоалтайске. Но и там придется подождать. Однако, встаня на в очередь вовремя, уже давно имела бы свою квартиру. В настоящее время управлением предоставляются жилые помещения очередникам с решением суда 16-18 годов. А Мария Петровна решение суда получила в конце 18-го года. С этим и затянулись сроки предоставления данного жилого помещения конкретно ей. Мария призналась нам, что ждет квартиру в первую очередь ради семьи. Девушка хочет завести детей и начать новую жизнь. Иван Горбатов, Анатолий Фукс. Новости. Онлайн-концерты ведущих российских коллективов классической музыки в формате 4К могут увидеть пользователи социальной сети «Одноклассники». Выступят камерный оркестр «Виртуозы Москвы», ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, пианист Борис Березовский. Онлайн-трансляции концертов будут идти в соцсетях до 10 апреля. В программе «Чайковские времена года» и «Джазовые композиции». Ранее онлайн-концерт дал пианист-виртуоз Денис Мацуев. Добавлю, из-за распространения коронавирусной инфекции в стране отменили культурные мероприятия. Поэтому крупнейшие российские соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» активно работают с музеями, театрами и музыкантами, чтобы обеспечить людям доступ к развлекательному контенту. На этом у меня все. Смотрите телеканал «Катунь-24» и всего вам доброго!